Зарплаты учителям повысят, но не так, как им хотелось. Педагоги возмущены. Они отказываются подписывать меморандум с властями и готовятся к акциям протеста. Репортаж у Дианы Хадулиной. Сентябрь прошел, учителя выставили свои первые оценки, однако правительство оценило и их работу. Педагоги получили первую зарплату в этом учебном году. Для кого-то это стало приятным удивлением. Кто-то же считает, что достоин большего. Зарплата меня немного удивила в положительном смысле. Она увеличилась примерно на 50 латов. Но это из-за того, что у меня увеличилось количество часов. На забастовку, может, и пойду. Все будет зависеть от того, будет ли у меня время. Грустно, что мы все время говорим о том, что необходимо мотивировать педагогов и увеличить зарплату. А в результате выходит, что ничего не меняется. Министры просто перекладывают из одной коробочки в другую. Пока одни учителя работают, другие решают за всех. Так, профсоюз работников образования и науки отказался подписать меморандум об увеличении зарплат педагогов. По словам главы профсоюза Ингриды Микишко, в документ, который им предложили подписать, не включены многие моменты. Например, неясная система финансирования в зависимости от степени квалификации педагогов. И на повышение минимальной ставки всего на 15 латов они пойти не могут. Нельзя просто так добавить хлеб без масла. И будьте довольны, что мы немножко вам прибавили. И далее даже не видеть, и нет даже заметок, что же будет, какие изменения ожидают педагогов. Хотя бы и педагоги даже готовы к тому, чтобы систему улучшить. По словам министра образования, денег в бюджете нет. И педагоги могут надеяться на увеличение минимальной ставки на 30 латов только через два года. Всегда одна проблема. Нет денег в бюджете. Должны понимать, что нет денег, нет денег, кому отнимать и все прочее. Но думаю, что если посмотреть даже те ближайшие наши соседи, которые в Эстонии и в Литве, у них почему-то денег хватает. И они зарплату и побольше платят педагогам и прекрасно понимают, что значит такое образование. С такими условиями оплаты труда учителя согласиться не могут. 24 октября педагоги намерены выйти в пикет и встречать депутатов у здания Сейма перед началом рабочего дня. Профсоюз осознает, что в случае неподписания меморандума педагоги и вовсе могут лишиться какого-либо увеличения зарплаты. В таком случае, по словам главы профсоюза, они будут предпринимать дальнейшие шаги и готовить новые акции протеста.